Серпухов в числе округов лидеров по реализации программы социальной газификации. Работы завершены в 53 населенных пунктах. Сегодня ведутся еще в 12. В деревне Балково завершающий этап до газификации. Договоры заключены пока с 20 жителями. Трубы к их участкам уже проложены. Самый протяженный газопровод 700 метров распределительной сети на улице Садовой. Приедет стройконтроль, будет проведено поживание, испытание давления. И после этого сданы документы на путь с газом. Мособулгаз в резку. Чтобы не портить асфальтовое покрытие в деревне, подрядчик при прокладке труб применяет метод горизонтального наклоново бурения. На улице Садовой, где идем вдоль дороги, участок, был применен метод ГНБ для укладки трубы на глубине полутора метров. Голубое топливо подведено также к земельным участкам на улицах Мира, Завражное и на самой окраине деревни, в переулке Луговом. Здесь договор на догазификацию заключен пока с одним жителем, Алексеем Потаповым. Это для меня родное место. Я здесь живу, работаю, строю дом. Надеюсь, в ближайшем будущем переехать сюда, конечно, очень хочется. Честно говоря, не мечтал о том, что газ вообще в нашу деревню подведут. Вообще-то я планировал здесь, ну, или какую-то печь поставить для отопления, или газгольдер какой-то приобрести. Но в 21-м году летом объявляется газификация. Я с таким удовольствием эту информацию для себя воспринял. Думал, ничего себе. У меня появился шанс, как говорится, воспользоваться вот этими всеми благами. Ну и, собственно говоря, я загорелся, надо срочно в этой программе поучаствовать. Алексей Потапов, в семье которого растут двое детей, первым в деревне подал заявление на участие в программе социальной газификации. Он зарегистрировал свое домовладение, заключил договор с МОСУБЛГАЗом, и сегодня к его дому подвели трубу. Метров 600 пришлось от дымового участка по деревне вести газораспределительную сеть. Довольно далеко. Я удален. Мой приулок Луговой, он является тупиковым. Самое главное, что процесс идет. Брат живет на той стороне деревни, и ему, и мне уже в перспективе тоже светит тепло в виде газа. Произошедшие в деревне перемены радуют семью Потаповых. В этом году в Балковом вместо старой, работавшей на жидком топливе котельной, построили современную блочно-модульную. Она отапливает многоэтажки бывших совхозных домов, магазины, библиотеку и фаб. Чтобы уже этой зимой частные дома пришел газ, теперь зависит от самих жителей. Люди получат газ, когда соберут все необходимые акты для помещения, где располагается газовое оборудование. Это котел и газовая плита. У нас газифицировано уже более 560 домовладений, которым подведены воды, сделанные, и где пущен газ. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 1547, мероприятия, завершенные в населенном пункте, не говорят о том, что человека не газифицируют. Он также может подать заявку, точно так же он получит ввод до границ земельного участка и также внутри. То есть все будет обговорено в соответствии с его договором, который он заключит между подрядной организацией и МОСОБЛГАЗом. Президентская программа социальной газификации рассчитана на 6 лет, до 2026 года. Сегодня работы по догазификации проводятся еще в поселке Большевик и в 10 деревнях Большой Грызлова, Лукино, Турово, Сироксеево, Шатова, Вечерей Нижней Велими, Сиянова-1, Петрухина. Продолжение следует...